Дорогие друзья и сестры, друзья и гости, находящиеся на этом месте. Сегодня много новых лиц, но также мы видим лица, которые мы долгое время не видели. Слава Богу, что Бог, он многомилостивый. И слава Богу, что Бог сегодня на этом месте. А братья и сестры, Иисус ли среди нас? Он сказал, где двое или трое собраны во имя Мое. Там и я посреди них. А во чье имя мы сегодня собраны? Слава Богу, что Бог присущий. Он был на этом месте, потому что он всегда был верен своему Слову и остается верен своему Слову. И я бы желал сегодня поговорить о его Слове. Denn sein Слове — это жизнь. Я бы хотел, чтобы мы вспомнили о некоторых событиях. Что же значит Слово Божие в нашей жизни? Каждый из нас имеет определенный настрой против Слова Божьего. Кто-то любит безумно это Слово. Для него это святое святых. Некоторые приступают к этому делу прежде чтения с молитвою. Некоторые приступают к этому делу прежде чтения с молитвою. А некоторые подходят к этому, чтобы регулярно обращаться к Слову Божьему и углубляться в Слово. Некоторые читают Слово Божие так, как христианину должно. И некоторые имеют это Слово Божье дома и вовсе ничего о нем не знают. И также является фактом, относительно того, как мы относимся к Слову Божьему, так и складывается наша жизнь и наш настрой. Но я бы хотел, чтобы мы сегодня совместно открыли вместе Евангелие от Матфея, 4 главу. И там речь идет об искушении Иисуса Христа или испытании, который был введен после водного крещения в пустыню и 40 дней там постился. И мы видим, что под конец он взалкал. И вот в этот момент подступил враг. И начал искушать Иисуса. И вот в его проблеме, используя, вернее эту проблему, хотел его подчинить, именно подводя, указывая на эту ситуацию. И мы читаем с третьего стиха. И приступил к нему искуситель и сказал, если ты, Сын Божий, скажи, чтобы камни си сделались хлебами. Он же сказал ему в ответ написано, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Я бы хотел, чтобы мы совместно открыли Евангелие от Иоанна, 11 главу. И там история о том, как Лазарь был воскрешен. Мы знаем, что во время смерти Лазаря Иисус Христос не находился на месте. Но он нескольких дней был вдали от этого события. Но когда, когда пришло время Иисусу Христу идти к умершему Лазарю, И вот он пошел туда, к этой семье. И увидев всю эту скорбь сестер и родственников, У него был план. Он пришел, и мы также видим, что он воскорбил, увидев эту ситуацию. Это был его друг. И скорее всего лучший друг. И когда Иисус Христос пришел к умершему Лазарю, Иисус говорит ей, Я бы хотел бы зачитать то, что он сказал на том месте. В 40-й стих, Иисус говорит ей, Не сказал ли я тебе, что если будешь веровать, увидишь славу Божию? Иисус у Иисуса был план, Как он утешит людей. И до этого он приказал, Чтобы этот камень, приваленный гробу, был отнят. Чтобы его отняли. И так отняли камень от пещеры, где лежал умерший. Иисус же возвел очи к небу и сказал, Отче, благодарю тебя, что ты услышал меня. И я знал, что ты всегда услышишь меня, Но сказался и для народа здесь стоящего, Чтобы поверили, что ты послал меня. До этого времени еще не было воскресенья. До этого времени еще не было воскресенья. Что камень уже был отвален, И скорее всего смердило, Так как несколько дней уже он находился во гробу умерший. Но до этого времени воскресенья оно еще не произошло. И еще ничего особого не произошло. Но в 43 стихе Сказано нечто, сказав это, он вызвал громким голосом, Лазарь, иди вон. Erst hier, wo Jesus sprach, Durch sein Wort, Лазарь, komm heraus, Dann kam er heraus. Только в этот момент, Когда Иисус Христос словом своим провозгласил, Лазарь, иди вон, Тогда нечто произошло. Брюдер и швестер, Дорогие братья и сестры, Дэр Мэнш лэбт нехвом брода алаин, Что не хлебом одним будет жив человек, Сонна von дэм, Воскресенье, Саган он ауздрücken вирт, Но всяким словом, Что Бог будет говорить или провозглашать в нашей жизни. И когда Иисус Христос сказал, Лазарь, иди вон, Нечто произошло. Мы читаем Мы читаем о сотнике, Или о одном муже Божьем, Раб которого был болен, И лежал уже смертельно больным. И вот этот сотник, Он посылает своих слуг И высокопоставленных синагоги, И желает призвать Иисуса, Чтобы он пришел и вылечил его раба. И вот когда Иисус, Он был на пути к этому сотнику, Для того, чтобы излечить Или вылечить этого раба, Исцелить, так как этот раб, Он был достоин выздоровления, Вернее, так как этот сотник, Он был достоин, И он вел достойный образ жизни. И вот Иисус Христос, Он решился направиться к нему. И вот этот сотник, Прежде, нежели Иисус еще вошел в его дом, Он посылает вновь своих рабов к Иисусу, И говорит такие слова, «Господи, я не достоин, Чтобы ты вошел в дом мой». Это была высокая личность в обществе, Который имел в подчинении своем Столько много людей, Давая им повеления, И они исполняли эти повеления. Он знал и понимал, Что же это значит иметь эту власть. И он также понимал, Что Иисус Христос имеет эту власть. Слава Богу! Дорогие братья и сестры! И когда рабы Его сказали об этом Иисусу, Что их Господин повелел передать ему, Давайте мы совместно это прочитаем. Один стих. Лукас 7, 7. И вторая полустишня. Или давайте мы зачитаем весь стих. Иисус Христос говорит, Иисус Христос говорит, Иисус Христос говорит, Смотрите, Если мы молимся, Почему мы молимся? Многие не ценят молитву. Многие на уровне подсознания понимают, Что молитва является разговором с Богом. Если я сейчас задам вопрос, Кто молится с удовольствием? Просто ответьте себе на этот вопрос в своем сердце. Кто молится с удовольствием? Часто наша молитва, Мы так же, как и сегодня, Более собраны, чем трое, Более чем трое собраны во имя Его. Но молимся о том, Чтобы Иисус посетил нас. И является ли это библейским образом? Потому что Иисус сказал, Что я посреди них. И это является Словом Божьим. Если мы будем учитывать эти предпосылы, То Он среди нас. И мы не должны молиться, Чтобы Он пришел. Свой Слово говорит нам, Что Он посреди нас. Аминь. Дорогие братья и сестры, Это является верой. Это он сказал. Потому что Он это нам сказал. И Он верен своему Слову. И множество людей, Смотря сквозь призму Слово Божьего, И многие среди них, Так же, как и этот сотник, Он понял, Что это значит, Услышать Слово от самого Господа. И далее молитва является разговором с Богом. Вопрос заключается в том, Молимся ли мы для того, Чтобы иметь общение с Господом? Или молимся ли мы по тому, Что мы имеем общение? Когда мы имеем общение с человеком, Или с личностью? Когда он находится посреди нас, И мы с ним обмениваемся информацией. И это является общением. Это значит также, Что если мы молимся, То мы не молимся для того, Чтобы иметь общение, Сondern weil wir Gemeinschaft haben, И deshalb sprechen wir mit unserem Heiland. Но мы молимся потому, Что мы имеем общение, И поэтому мы общаемся с нашим Спасителем. И очень важно также, Чтобы в этой молитве Иисус обращался к нам. Потому что то, Что будет исходить из уст его, То это будет производить нечто. И Иисус говорит нечто, И нечто также происходит. Иисус говорит, Иисус говорит, Выздорови, И человек выздоравливает. Иисус говорит, Лазарус, komm raus, И Лазарус, komm raus. Иисус говорит, Лазарь, выйди вон, И Лазарь выходит. И когда Иисус говорит в нас, И deshalb ist das Gebet desto wichtiger und wichtiger. И поэтому молитва, Она является настолько важным элементом. Wenn Jesus spricht, Dann passiert etwas. Потому что когда Иисус говорит, Тогда нечто происходит. И для того, Чтобы Иисус говорил к нам, Нам надо быть в общении с Ним. Понимаете ли вы, Если мы желаем, Чтобы наш друг ближний Нечто делал для нас, Или где-то нас поддержал, Или дал нам добрый совет, То мы должны прийти к Нему И с Ним беседовать. И тогда, Когда Он тебе говорит, Как тебе дальше действовать, Или что Он тебе поможет, Тогда нечто произойдет. И также очень часто с Господом. Что Бог, Он желает, Чтобы мы приходили к Нему. Бог желает, Чтобы мы ценили молитвы. Мы также читаем из Слова Божьего, Что Иисус Христос, Он ночами очень часто Прибывал в молитве. И Он также людям передавал Дальше то, Что Он слышал от Отца. Смотрите, Какая величественная, Или глубокая любовь, Которую имеет Отец. Что Бог обращался к Иисусу в молитве. Иисус Христос, Он часто часами находился В общении и в молитве с Отцом. Это был огромный план, Это был огромный план, Искупление великим планом, Который имел Отец совершить Через Иисуса Христа. И Иисус Христос, Иисус Христос, Находясь здесь, Ходит и предвозвещает Людям Евангелие. Иисус Христос, Евангелие, Которое было записано, Иисус Христос, Иисус Христос, Иисус Христос, Евангелие, Которое доступно сегодня Каждому в наших домах. Иисус Христос, И также мы читаем в послании к евреям, что Слово Божие, оно живо и действенно, что оно живо и действенно, если это Слово, оно обращается к нам, и если оно может обращаться к нам, так как мы открываем его и углубляемся в это Слово, и тогда происходит наше спасение. Аллилуйя, слава Господу! И тогда церкви наполняются. И люди начинают молиться и поклоняться Господу на всяком месте, иметь общение с Ним. И люди не молятся только таким образом, Господи, дай, дай, дай мне, но мы также понимаем, что это значит молчать, и Господь также может обращаться к нам. что человек будет жить всяким Словом, исходящим из Уст Божьего. И я бы хотел бы нас, братья и сестры, всех нас утвердить в вере. Давайте действительно взглянем внутрь себя, имеем ли мы такую твердую веру. Потому что наша вера, она выстраивается на Слове Божьем. И это не являются просто какие-то чувства, которые, может, кто-то всегда ожидает, на чем же выстраивается наша вера, наша личная, собственная вера. Библия говорит, что вера она, от чего вера приходит? Вера от слышания. Вера от слышания или от проповеди. Вера от слышания от Слова Божьего. Братья и сестры, что вера, она происходит или имеет свое начало из Слова Божьего. Слава Богу, что мы все имеем это Слово. И нам надо действительно понять его. Какое же это священство. Какую драгоценность мы имеем в наших домах. Как дорого наш Иисус за это заплатил. И кто знает историю, как дорого заплатили наши братья и сестры за то, чтобы мы сегодня имели это Слово в наших домах. Которые подпольнулись секретно, печатали это Слово Божье и распространяли это во всех странах. И сегодня мы являемся самыми счастливыми людьми, что касается доступности Слова Божьего. Были времена, где Слово Божье было запрещено. У людей было такое стремление, было такое жажда читать или видеть Слово Божье. Они хотели знать, что же сказал Иисус Христос. Они были настолько счастливы, что они могли подчеркнуть для себя несколько стихов. И их вера укреплялась и укреплялась, потому что они знали, об этом говорил Иисус. И что это исходило от Отца. Это отец. Так как Он это говорил. И это является фундаментом. И если я буду строить на этом, то я никогда не поколеблюсь. И эта жажда или стремление мы нуждаемся в этом все вновь. Потому что это стремление или жажда производит в нас твердую веру, непоколебимую веру, которая будет в силе приводить нас к изначальному источнику. Я бы хотел всех вас призвать. Я бы хотел всех вас пригласить. Давайте мы сейчас совместно помолимся. Пригласить нас к общению. И что Бог сейчас находится на этом месте, никто из нас не должен сомневаться об этом. И я бы хотел сейчас попросить, чтобы наш изначальный источник нашего родства это жажда о Слове Божьем, чтобы она вновь пришла в христианство, вновь пришла в наши дома, вновь к нам самим. И тогда мы все тогда мы все переживем перемены. Почему? Потому что, если Бог говорит, тогда нечто происходит. Слава Господу! Давайте мы преклоним колени. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!